Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Партнер программы «Охранное предприятие Дельта». Эфир альтернативного телевидения продолжает информационный выпуск. В студии Александр Иванчиков «Здравствуйте». И вначале коротко о главных темах. Звук идет до двух часов ночи. В шумном баре-ресторане нет места тишине. Символические штрафы позволяют питейным заведениям будоражить округу до утра. Результаты выросли, а индекс удовлетворенности обучением упал. Как повысить качество обучения? Будущие сферы обсуждают на Байкальском образовательном форуме. Мы немножко телевидение на пятки настроим таким образом. Инновации из мира Гарри Поттера внедряются в Улан-Удэ. Газету номер один теперь можно не только читать. Второй день Бурятия принимает гостей образовательного форума. Сегодня от теории перешли к практике. Так, в сотых кварталах окончательно разрешили проблему так называемых резиновых школ. Теперь дети будут обучаться в максимально комфортных условиях. В рамках Байкальского образовательного форума главе республики и гостям из федеральных министерств устроили предпоказ нового здания. Вместе с ними школу осмотрел Чингис Ачиров. Здание новой школы просто удивляет своими размерами. Вот так, например, выглядит будущий спортзал. Да, оборудование пока еще не установлено, но уже к первому сентябрю здесь все будет готово. А для тех, кого размеры не удивляют, за этой стенкой находится еще один точно такой же спортивный блок. В новой школе есть все необходимое. Столовая, актовый зал, интерактивные классы и самое главное – учебные места для полутора тысяч человек. И долгие годы ученикам сотых кварталов приходилось обучаться в три смены. Школ здесь недостаточно и существенная нехватка учебных мест, поэтому было принято решение начать за счет республиканских средств строить эту школу. На строительство ушло два года и более 700 миллионов рублей. Сдать объект должны были только в ноябре, но подрядчик пообещал успеть к началу учебного года. Это решит огромные глобальные проблемы для всего, не только микрорайон, наверное, и для города Улан-Удэ. Потому что большое количество детей у нас вынуждены были выезжать из соток кварталов, учиться в других школах, советского, октябрьского района, железнодорожного даже района. И я думаю, что многие, когда есть хорошие нормальные условия для образовательной деятельности детей, они многие вернутся. Новое здание разгрузит сразу две старые школы – 63-ю и 60-ю. Кроме того, благодаря принципиально иной оснащенности здесь появятся и отдельные спортивные секции. Стадион хороший, площадки хорошие. Здесь в рамках ДЮС США или дополнительного образования может, конечно, использоваться. Но в первую очередь для учеников школы и потом уже в свободное время для дополнительных занятий. Напомню, проблема нехватки учебных мест касается не только сотых кварталов. Помимо этого, в Бурятии переполнено еще семь школ. По словам Алексея Циденова, ситуацию исправят до 1 сентября следующего года. Для этого в республике планируют построить сразу восемь новых школ. И дети забудут о трехсменном обучении. Чингис Ачиров, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. К теме Байкальского образовательного форума мы вернемся чуть позже, а пока о других событиях. Кто прав, кто виноват, разберется суд. Сегодня новое развитие получила история со строительством АЗС на Левом берегу. Как нам удалось выяснить, срок договора аренды участка, на котором планируют строительство, истек еще в прошлом году. Но почему-то контракт до сих пор не расторгнут. Мы полагаем, что вот эти все факты, действительно противоречивые такие, они будут являться предметом нового рассмотрения уже по нашему иску о расторжении договора. Какие вот эти действия насильственные, там, завозить грунт, будорожить жителей нельзя. На приглашение городских властей встретиться и обсудить конфликт бизнесмены не откликнулись. Напомню, общественный резонанс делу придали жители Левого берега. Они активно противостоят планам построить у их домов заправку. Люди фактически не пускают строителей на площадку. Гипершумные соседи. Жители 41-го квартала ежедневно ложатся спать под громкую музыку и пьяные выкрики. Бурные вечеринки проходят в соседнем ресторане. Владельцы пятийного заведения уже в течение пяти лет игнорируют просьбы горожан и даже штрафы не могут утихомирить бар. С возмущенными жильцами встретился Илья Балханов. Что для одних отдых, для других бессонные ночи. Жители 41-го квартала семь дней в неделю становятся невольными участниками вечеринки их буйного соседа. Ночной покой нарушает арестобар шашлычный дворик. Дворик, который не дает спать целому кварталу. Звук идет до двух часов ночи. Мы живем вот здесь рядом и каждую ночь ложишься спать и вот этот удар басов до двух часов ночи. Супруги Радванские неоднократно пробовали побеседовать с владельцем заведения, но им ясно дали понять – бизнес важнее добрососедского отношения. Мы походили, просили владельцев этого заведения хотя бы в 12 делать музыку потише. Нам сказали, что идите, жалуйтесь, куда хотите. Вот у нас вот так, концертная программа. Концерты в итоге слушает половина квартала. Множество жалоб в органы правопорядка ничего не меняют. Мы выяснили, почему же так трудно повлиять на шумные заведения. В случае выявления административного правонарушения, материал проверки направляется в администрацию соответствующего муниципального образования для составления протокола. Бывают факты, когда сами правонарушители признают данный факт. Если нет, то в принципе данный материал должны заявители, мы рекомендуем заявителям, если данные меры носят системный характер, непосредственно обратиться в органы распотребнадзора. При поступлении обращения о выхудшении условий проживания в связи с звуковоспроизведящей аппаратурой предприятия общественного питания, управлением Роспотребнадзора проводится измерение уровня шума. И в случае его превышения применяются меры административного воздействия. Меры административного воздействия, проще говоря, штрафы. Именно в них, как в тупик, упирается бюрократическая цепочка в этом деле. Сейчас санкции за ночной шум символические. Телекомпания АТВ намерена исправить эту ситуацию. Мы внесем инициативу в Народных Урал по повышению суммы штрафов, хотя бы до уровня соседнего региона. Например, в Забайкальском крае сумма штрафов в разы выше. Илья Балханов, Александр Моисеев, Вячеслав Батуев, Максим Власов. Телекомпания АТВ. Коротко о кадрах. Известный чиновник из Бурятии занял важный пост в федеральном ведомстве. Александр Николаев стал советником министра транспорта России. Напомню, Николаев 4 года был руководителем управления автомобильных дорог Южный Байкал. Упор Дорум покинул в феврале 2017 года и до недавнего времени был советником руководителя Росавтодора. И возвращаемся к Байкальскому образовательному форуму. В мировом рейтинге уровня образования России оказалась лишь в четвертой десятке. Такие цифры сегодня озвучили московские эксперты. Впрочем, обучению в школе пообещали перемены в лучшую сторону. Какие, выясняла Евгения Геранина. Исследования не радуют. Выпускники средней школы не умеют внимательно слушать других. Не радуются успехам одноклассников и не считаются с их мнением. А еще не хотят работать в команде и не верят, что сообща добьются большего. Удивительный факт. Результаты выросли, а индекс удовлетворенности обучением упал. Возможно, поправить грустную статистику поможет новый национальный проект образования и новые образовательные стандарты. Их уже готовят. Хотя школы и на предыдущую версию перешли не полностью. Главное, не забыть, ради кого все затевается. Выпускника 2030 видят так. В первую очередь, это должен быть воспитанный, культурный человек, который обладает определенным набором каких-то нравственных свойств. Ну а пока за парты впору посадить самих педагогов. Эксперты говорят, региональные институты повышения квалификации зачастую удивлены пробелами в знаниях учителей. Исправить положение может новая система аттестации. Мы сначала проводим оценку знаний, потом анализируем все это дело, предлагаем курсы. После прохождения обучения проводим заключительную диагностику. Педагог сам может себе подбирать курсы. Он сам может записываться на эти курсы и самостоятельно повышать квалификацию. Это существенно работает на мотивацию. За два дня на площадках Байкальского образовательного форума прозвучало много предложений. Но лишь самые реалистичные и жизнеспособные войдут в его итоговую резолюцию. И станут отправной точкой для очередных перемен в российском и бурятском образовании. Евгения Геранина, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Байкальский образовательный форум в самом разгаре, но уже сейчас основные спикеры и организаторы подводят его предварительные итоги. Вот лишь несколько важных заявлений на полях форума. Я вижу очень много положительных трендов и изменений в российском образовании сегодня. И пожалуйста, имейте в виду, что никто из тех систем, кто сегодня находится в топе, 10 лет назад такими не являлся. Но я убежден, развитие образования – это не просто делать что-то более упорно, но это делать что-то немножко по-другому. Форум значим и актуален не в формате буряти, а в формате в целом России и более того, уже имеет статус международного. И обсуждаемые вопросы имеют особую актуальность в рамках меняющегося мира. Но еще один момент, который мне очень хотелось бы отметить, от которого мне так часто говорят – это принятие этого ребенка, принятие другими детьми и принятие общества. Вот здесь, мне кажется, недостаточно активно работаем мы с вами. Это не только вызов к системе образования и задачи системы образования, задачи всех нас как общества. Продолжаем говорить об Офи. Из уютных кресел в студию новостей. Участников Байкальского образовательного форума переместили на телевидение. Пусть школьное, но работать на этой площадке педагогам и чиновникам пришлось не по-детски. Зачем участников форума привезли в медиа-центр и устроили шоковую терапию? Евгения Геранина знает подробности. Это Арсалан. На школьном телевидении он уже три года. Пришел, чтобы убрать зажатость в общении, но в итоге полюбил камеру. А камера полюбила его. Настя здесь тоже третий год. Пришла из любопытства и затянула. Сегодня ребята в голос говорят. Возможно, журналистика будет чем-то большим, чем хобби. Профессией, например. Больше всего мне здесь нравится этот процесс съемки, когда с тобой работает оператор, ты учишь текст, и вся эта атмосфера меня захватила. Наверное, все-таки нужно, знаете, показать настоящие эмоции. Показать, вот именно не вычитать текст, а показать именно, что чувствуешь ты, что об этом ты думаешь. Сегодня ребята принимали гостей. Одну из площадок форума развернули на школьном телевидении не просто так. Медиа-центр как пример успешного соединения школьных знаний и дополнительного образования. Конечно же, и мы гордимся, и передаем свой опыт, но и, может быть, послушаем какие-то предложения, может быть, кто-то еще с нами поделится на этой площадке, потому что регионов приехало много. На этой площадке Байкальского образовательного форума дети и взрослые поменялись местами. Ученики стали учителями, а учителя сели за парты. Взрослых и солидных людей с головой погрузили в профессию ведущего и тележурналиста. Участники форума говорят, без дополнительных занятий и кружков ни одна школа не вырастет гармонично развитую личность. А дети просто счастливы и занимаются любимым делом. Насколько оно сложное, взрослые поняли, кажется, только сейчас. Удержать именно тот текст в голове, который ты говоришь, и задачу оказалось совсем непросто, когда ты понимаешь, что на тебя будут смотреть тысячи людей. За три года через школьное ТВ прошли около 200 детей. Пять из них всерьез решили сделать журналистику будущей профессии и поступили в ведущие вузы страны. Евгения Геранина, Баир Козлов, телекомпания АТВ. К другим темам. Волшебный мир Гарри Поттера уже не сказка. В популярной газете «Бурятия» номер один ожили фотографии. Издание первым в республике внедрило технологию дополненной реальности. Ощутить эффект на себе может любой читатель с помощью простого смартфона и специального приложения. Подробности у Екатерины Устюшенко. Ожившие фотографии в газете – выдумка или реальность? Когда мы сможем открыть страницы и посмотреть видеосюжет на бумаге? Возможно ли такое сегодня? Ну, лет через два-три уже, наверное, реально. Ну, не знаю, может быть, лет десять. Ну, если уже сейчас есть живые фотографии, то я думаю, что и живые картинки в газетах уже скоро появятся. Наверное, у нас такого не будет. Будет, а вернее уже есть. Вышел первый тираж газеты с живыми фотографиями. Издание номер один стало первым и в этой технологии. Мы первые в республике применили технологию дополненной реальности, которая появилась совсем недавно. Тот же Нью-Йорк Таймс, если не ошибаюсь, только в этом году запустил подобную технологию. Теперь номер один можно и читать, и смотреть. Видеоматериалы качественно дополняют статьи и иллюстрации к ним. Сделать это можно с помощью обычного смартфона и интернета. Все просто. Инструкция написана на странице. Скачиваем приложение, регистрируемся, наводим на фотографию, отмеченную специальным значком. И картинка оживает. В будущем, конечно, мы будем увеличивать и объем таких видео, и качественный уровень повышать. Возможно, в будущем у нас появятся полноценные видеосюжеты. То есть мы немножко телевидение на пятки наставим таким образом. И журналист, и фотограф, и оператор, и какие-то навыки монтажа должен уже, да, будем учить ребят. Конечно, это будет сложнее, чем было, но для наших читателей мы стараемся сделать так, чтобы газетные страницы оживали. Вот для этого маленького волшебства мы будем трудиться, мы готовы. Прорыв в эволюции еженедельника нисколько не отразился на его цене. При этом сотрудники газеты уверены, что теперь печатные издания еще долго не потеряют своей актуальности. Я думаю, что в реальности есть, да? Пожалуйста, мы видим, что картинка ожила. О, классно! Ничего себе! О, прикольно! Смотришь, как наяву, действительно. Первый тираж газеты живыми фото уже в продаже. Купить интерактивное издание можно, как и прежде, в любом из киосков города. Екатерина Устюшенко, Александр Моисеев, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ. Новинкой сегодня отметился и городской трамвай. Зашли в общественный транспорт, а попали на прием к врачу. По Улан-Удэ проехал трамвай здоровья. Горожан консультировали молодые специалисты из Красноярска, Алтая, Якутии и Бурятии. Пассажирам не только рассказали о профилактике здоровья, но и ответили на все их вопросы. Скажите, пожалуйста, как дожить до 100 лет и болеть? То есть, что мы должны будем вводить в жизнь? Первый образ – это здоровый образ жизни. Что туда входит понятие? Это спорт в первую очередь, да? То есть, каждый человек должен заниматься тем не менее 10 минут. Отмечу, акция прошла в рамках Байкальского молодежного медицинского форума, который начался сегодня. 500 лучших медиков из 18 регионов страны будут изучать тонкости медицины. Подробнее о форуме мы расскажем в других выпусках новостей. Двигаемся далее. Самые быстрые и смелые спасатели Бурятии в честной борьбе выбрали лучший караул. Огнеборцы со всех районов республики соревновались в профессиональной подготовке. Каждая команда – это отдельная боевая единица. В нее входили начальник караула с помощником, двое пожарных и водитель. Пусть победит сильнейший. И чтобы вы почувствовали, сегодня команда идёт как никогда. В этом году лучшей стала пожарно-спасательная часть номер 3. Отдельно отметили и 19-е Торбогатайское отделение. Его сотрудники показали лучшее время в боевом развертывании. Отмечу, соревнования проходили в память героически погибшего пожарного Владимира Тарасова. Это были наиболее заметные события четверга, с которыми вас знакомили мои коллеги и я, Александр Иванчиков. Далее вас ждёт сюжет из рубрики «Двигатель торговли». До встречи в эфире. Торговая группа «Абсолют» и компания «Компина» поздравляет вас с победой и включает вам ваш сертификат. 50 тысяч рублей на отдых. Такой подарок торговая группа «Абсолют» сделала сразу 30 своим покупателям. Акция «Ты выбираешь, где отдыхаешь» проходила 2,5 месяца. Условия просты. Нужно было купить продукции на тысячу рублей, включая товар от компании «Компина». И вот итог. Счастливчики получили сертификаты на сумму в 50 раз дороже. Мы позвонили мужу. Я дома отдыхала. Он мне позвонил, сказал, что радостное известие говорить, не говорить. Ещё с интригой такой. Я говорю, ну конечно. Ну он конечно, вау, мы выиграли сертификат. Ну и я в свою очередь тоже вау. Очень приятно, что вот к отпуску мы получили такой замечательный подарок. Мы собираемся всей семьёй этот сертификат использовать и поехать всей семьей за границу. Особенность этой акции в том, что каждый покупатель сам решает, куда он хочет поехать на отдых. От санаторно-курортного отдыха на Алтае до зарубежной поездки. Абсолют часто проводят такие розыгрыши и не раз участвовали. И это первый выигрыш такой крупный в торговой группе «Абсолют». И вообще удивило, когда выиграла. Это было столько эмоций, радости, конечно. Победители определили методом случайной выборки. В Бурятии счастливые билеты получили 10 человек. Ещё по десятке победителей определили в соседних регионах. Победители по Иркутской области уже получили свои призы. Сегодня мы выдаём призы победителям из Республики Бурятия. И завтра свои призы получат жители Забайкальского края. Отметим, торговая группа «Абсолют» проводит свои акции постоянно. Скоро будут известны победители очередного розыгрыша. В «Абсолюте» покупай, ремонт в подарок получай. Безопасность моей семьи. Я доверяю Дельте. Охранное предприятие «Дельта» всегда на страже вашей безопасности.